ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, как же хорошо иногда вот так расслабиться, посидеть в тишине, забыть о проблемах, побыть вдвоем. Да, сейчас еще свечки в ванную замузим. Ну, в кафе. Да ты разошелся, я смотрю. Ну, а что, давно так не сидели? Ну, наконец-то, свет дали. О, я на финал еще матч успею. Сереж! А? Ты как бы ничего не забыл? Точно. Спасибо. Люблю. Ну, для начала я хочу сказать, что признание наличия проблемы уже большой шаг в сторону спасения брака. Да. И я считаю, что если что-то болит, то нужно обращаться к врачу. Он что, врач? Конечно. Психолог – это тоже врач. Ну, да. Я бы так и хотел, когда мне руку на стройке оторвет, чтоб рядом со мной психолог оказался. Ну, тем не менее, вы тоже пришли. Следовательно, тоже дорожите вашими отношениями. У нас ипотека просто общая. План – дорожу-дорожу. Ну, что ж, Надежда, давайте начнем с вас. Что вас больше всего беспокоит в отношениях к Сергею? Ну, например, он меня совсем не слушает. Чего? Ну, что ты, Дюх, что у нас-то на завтрак? Так, я не поняла. Ты куда полотенце мое натянул? Ничего, что я им лицо вытираю? Я тоже. Естеров, я сколько раз тебе говорила, красное полотенце для лица, зеленое для тела, а синенькое – это твое. Так не было синего. Так было бы, если бы кто-то крючок для него починил. А так уже месяц валяется на полу вместе с полотенцем. Надюх, ну что ты, а? Ну, что ты обижаешься? Хочешь, я не знаю, бритвы мои ноги повреет? Так честно будет? Нужна мне бритва твоя. Тем более, там лезвие уже тупое, не бреет ничего. Ну, что ж, интересно. Скажите, у вас есть дети? Вот вы странные вопросы задаете. Вы же вроде психолог, да? По людям ведь же видно, наверное, что у них есть дети. Конечно, у нас есть дети. А вот у вас вот нет детей. Есть. Браво. Что, браво? Он просто слишком хорошо выглядит. Как вы думаете, ваши проблемы, ну, как-то влияют на ваших детей? Да нет, не думаю. У них своих проблем достаточно. Ого, Анна Каренина? Фотографируешь, чтобы спросить у подружек, что это? Наоборот. Интеллект, селфи. Типа я умная. А ты в курсе то, что книги не фоткают, а читают? Точняк. А там про что? Подпишу фотку. Типа я прочитала и офигела. Ну, там про девушку Амну, где она… где она сражалась против инопланетян, которые захватили Хабаровск и вернут его взамен на Гарри Поттера. А в конце ее сбивает звездолет. Блин, такой умняк. У меня аж телефон нагрелся. О, первые комменты пошли. И что же там пишут? Прикинь, все читали то Анну Каренину. Пишут, типа, инопланетяне рулят. О, а вот и хэштег появился. Freedom Gary. Ну, да. Старшие дети часто пытаются обидеть младших просто для того, чтобы привлечь внимание родителей. Это нормально. Ну, вообще-то, они у нас двойняшки. Им по пятнадцать лет Катя и Василиса. Ну, только Василису мы Васькой называем. Из-за этого кота ей не заводим. Боймись, перепутат. От того, что ты сотый раз рассказываешь эту шутку, она смешнее не становится. Ну, вообще, разница характеров между близнецами и двойняшками не редкость. У нас как в сказке. Одна премудрая, другая прекрасная. И Сережа этой разницей часто пользуется. Особенно с Василисой, да? Васек, дочь, выручай, а? Мне кажется, мне капец. Я мамину вазу любимую разбил. Какую из них? Фиолетовую. Тебе реально капец. В общем, ты должна признаться, что это ты сделала. В смысле? А я вступлюсь за тебя, скажу, наказывать не надо, все дела, и тысяча рублей на карман тебе упадет, а? Три тысячи. Ты что, обалдела, что ли? Какие три тысячи? За три тысячи я новую вазу куплю, еще и пивка попью с мужиками. Ну, как хочешь. Кажется, мама пришла. Ладно, черт с тобой. Тебе на вымогатели нужно поступать. Кто вазу мою угробил? Мамулечка, я нечаянно, да прости, первый и последний раз, обещаю. Ладно, она все равно треснутая была, так что будем считать нас счастьем. Скажите, а что вы тогда почувствовали? Я почувствовала, что пытаюсь воспитать порядочных детей, а Сережа мне мешает. Чего? Значит, это сюда налаживать отношения пришли, а не портить? Чего ты меня топишь? Сереж, ну правда. Миша уже такие схемы придумывает, покруче твоих. Так, а Миша, это кто? Миша, это наш младший. Пап, мне нужен новый велик. Ага. Матери вон вчера сумка новая нужна, тебе велик новый нужен. Я что, эти деньги печатаю, что ли? Вон я пиво даже без чипсов пью. Лучше б чипсы без пива, дешевле было бы. Ну, пап, у меня уже коленьки в руль упираются, я на нем как дурак выгляжу. Я в твоем возрасте как дурак вон, на Батином Урале под рамой гонял и ничего. Просто сидушку вытащи и все, катайся лет пять. Ну, ок. Тогда вот. Это что? Детали чужого велосипеда. На улице скрутил. На кой? Буду каждый день воровать по одной детали, пока не соберу свой велик. Ну, или по каменты не повяжут. Офигеть. Ты… А ты можешь мне так же с мотоциклом сделать? А я тебе велик куплю. Ты вообще, что ли? Да чего ты? Ладно, так куплю. Круто, спасибо. И мне сумку. Иногда мне кажется, что в нашей семье я единственный адекватный человек. Тебе кажется. Давайте сделаем с вами небольшое упражнение. Каждый из вас на отдельном листе выпишет то, что раздражает его друг в друге больше всего. О! Можно мне парочку? А лучше пять. Это что, Гитлера, что ли, пять? Ну, мало ли, что я вспомню за семнадцать лет брака, да? Надюх, ты вообще края-то видишь, нет? А ты как будто видишь. Вот так и запишем. Первое – не видят краев. Ну, что, Надюха, вроде никого. Может, это? Давай по-быстрому? Нет. Ну, что нет? Ну, что ты ломаешься? Ну, вон, машина здоровая какая, места полно. Сережа, ну, нет. Тут камеры везде и вообще… Ну, что вообще, Надюха? Это моя мечта с детства. Ну, ты можешь мою мечту выполнить? Ну, пожалуйста, не обламывай. Я сказала, нет. Нельзя воровать тележки из супермаркета. Зачем вообще она тебе нужна? На ней шашлыки удобно жарить. Хочу сказать, что есть прямая связь между стремлением к хулиганству… Хочу сказать, что есть прямая связь между стремлением к хулиганству и проблемами в интимной жизни. Поэтому давайте остановимся на теме секса поподробнее. Вот и я ему каждый вечер говорю, давай остановимся на этой теме поподробнее. А он мне? То у меня спина болит, то я на работе устал, то шаверму метро съел. Да? Ты меня реально тогда знаешь, как скрутило? Вся жизнь перед глазами пролетела. Сергей, судя по вашему психотипу, у вас подростковое отношение к сексу. Вас интересует не процесс, а результат. Это так? Нет, мне процесс интересен очень. Даже самый любимый процесс. Надя, слушай, а может, какое-нибудь стоп-слово придумаем, а? Бетон, например. Хорошо, давай, бетон. Ты только, главное, не дергайся. Почему не дергайся? В смысле, я сейчас вот так маленький прыщичек выдавлю и все. Надя, отожди меня. Надя, не надо, Надя, ты чего? Три дня на него смотрю, не могу. Ну, так же ты точно не дался. Развяжи, Надя. Надя, не надо, Надя! Надя, бетон! Бетон, Надя! И все же, давайте вернемся к тем моментам интимной жизни, которые не оканчиваются провалом. Бывает такое, что что-то беспокоит, мешает отдаться процессу? О, так это постоянно. Вот нас в середине процесса. Может, например, взять Наденька и спросить, а когда мы ремонт будем делать? А ты потолок наш видел? Как я понимаю, Надежда, для вас бытовые вопросы важнее, чем для Сергея. Ну, меня просто очень бесит, что я живу со строителем, а дома все на соплях. Сереж, ну что опять за фигня? Ну, почему клеем-то нельзя просто приклеить? Потому что клей нужно купить, его нужно развести, нужно купить кисточку, потом все с собой убрать. А скотчем раз-два и все. Красота. Надь, ты что с моими джинсами сделала? Ну, знаешь, зашивать – это нитки покупать, в иголку вставлять. А скотчем раз-два – и все. Красота. Что ж, интересно. Расскажите теперь, как вы проводите время всей семьей? Удается ли вам собираться вместе? Да, конечно, мы собираемся, мы вместе проводим время и даже не сидим в телефонах. Сережа, вынеси мусор, пожалуйста. Да зачем? Там полпакета все наберется – выброшу. Когда он наберется, он нас сам отсюда выбросит. Василиса, вынеси мусор. Не, мне лень. Ну, что? Зато, честно, в отличие от вас. Пап, Миша мне телефон разбил. Я случайно. Он просто лежал там, куда я гантель кидал. Так, ну-ка. Давай, наверное, мне новый телефон купим, а Катьке я свою старую отдам. А? Что так можно было? Я тогда сейчас свой тоже разобью. Так, стопэ, стопэ. Что началось-то? Почему тебе новый телефон купим, а не мне? Нет. Ну, потому что ты недавно себе новый телефон купила, а мне свой старый отдал. Ну, и всех все устраивало. Зачем нарушать традиции? Давай я просто куплю себе новый, а тебе вот этот отдам. А дальше что? А дальше решать как хотите. Давайте вообще мне новый купим, а я свою старую Катьке отдам. Давайте, может, мне. А более простого способа у нас не рассматривается. Может, мы просто возьмем и купим мне новый телефон. И все. Нет. Смотри, я все придумал. Делаем так. Завтра идем покупаем маме новый телефон. Старый телефон она отдает Катьке. Катька свой отдает в ремонт. Мы его ремонтируем и на Новый год подарим бабушке. У нас сэкономленные деньги. Мы покупаем мне новый телефон. Я свой старый телефон отдаю Ваське, а Васька свой телефон Мишке. Все. Дети закончились. Получается, бабушке подарок и каждому по телефону. Ура! У меня будет новый телефон! Миша! У меня случайно. Блин, где-то я уже это слышала. Так, нужна новая схема. Расскажите теперь, как вы ходите за покупками. Вместе или Сергей отоваривается сам? Сергей? Сам? Вы серьезно? Если бы так было, мы вообще одним и пивом питались. Да ты и овощи выбираешь, как будто свадебное платье. Смотрит эту помидорку, разглядывает, как будто на ней шуи есть. Я хотя бы по акции все не скупаю. Притащил он недавно 40 роликов для чистки одежды домой. Стой, теперь чистенький всегда. Сережа у нас думает, что все-все можно купить только со скидкой или только по акции. Да, кстати. У нас же первое занятие, так же давайте нам скидочку. А я вам штучку. Ну вообще отличный магаз. Мне его водосы показал. Тут дофига всяких там скидок, акций. С этими акциями только больше потратим. Давай нужное только брать. Вот стиральный порошок кончился у нас. Надюх, ну куда ты? Ну он же не по акции. Ну ходи грязный, жди акцию. Ну вот смотри, 50% скидка. Ты готовить умеешь, булгур? Зачем мне его готовить? Я его купил, ты его готовь. А можно машинку? Нет. Она по акциям. Иди вторую возьми. Это тебе на Новый год подарок будет. Это что такое еще? Ну, в смысле туалетная бумага. Я вижу туалетную бумагу. Почему она? Трехслойная. Иди однослойную возьми. В три слоя свернешь, когда понадобится. Я надеюсь, это по акции? Пап, на молочке лучше не экономить. А то потом все выходные дома будем сидеть. В прямом смысле. Кефир хотя бы убери. А то он по три недели у тебя стоит, он надувается, потом без саперов не откроешь. Я вас умоляю, давайте нормальные продукты возьмем, а? Ладно, давайте. Покупайте без проблем. Я пока за бабулю схожу. Зачем? А тут скидка пенсионерам 15%. Сейчас на нее все оформим. Алло, мамуль. Привет. Что делаешь? Иди, купи нормальную, возьми. Расскажите подробнее про вашу бабушку. Кстати, с чьей она стороны? Со стороны зла. А, понятно. Значит, это мама Сергея. Я не понял, а почему если зло, сразу мама Сергея? Сереж. Что Сереж? Почему моя мама всегда плохая? У нее вообще тот же мама есть. И она нам за год ни одного торта не принесла. Торта. Правильно говорить торта. Вот она меня все время еще исправляет, как неправильно говорить. Какая разница? Я надену пиджак или я одел пиджак? Я все равно в пиджаке. Когда человек говорит грамотно, это к нему располагает. Кого? Учителя по-русскому? Давайте вернемся к вашей свекрови. Надежда, почему вы ее так недолюбливаете? Потому что она постоянно сует свой нос в наши дела. Кстати, свекровь. Очень странный чай у тебя. Опять для похудения. Надо принимать себя такой, какая есть. Не переживайте, Тамара Павловна, вас же я как-то принимаю. Так, ну-ка положи на место, сейчас суп будем есть, обед готов. Возьми, возьми, Мишенька. Суп еще неизвестно какой будет, хоть перекусишь. Я гулять. Там Илюха за гаражами дохлую кошку нашел. Нет, я сказала, сейчас обед. Потом уроки еще делать будем, дома сиди. Пусть воздухом подышит. В доме вон какая пылища, не убирает никто. Иди, золотце, погуляй. Кошечку посмотри. А можно я тогда без шапки пойду? Нет. Если пойдешь, то в шапке. Мишенька, скажи, вот когда бабуля купит нормальную шапку, в ней и пойду. Угу. Любишь бабуля? Да. Иди гуляй. Тамара Павловна, давайте, пожалуйста, договоримся. Миша мой сын. И я сама буду решать, что ему есть, с кем ему гулять, кого ему любить в конце концов. Хорошо, без проблем. Но тогда и ты запомни, что твой Сережа – мой сын. И я тоже сама буду решать, кого ему любить, а кого не любить. Ну, отношения со свекровью являются камнем преткновения во многих семьях. Все зависит от того, какую позицию при этом занимает муж. Сидеть на диване и молчать – вот наша позиция. Если свекровь меня убьет, он узнает, только когда ему наски новые понадобятся. Хорошо. Давайте вернемся к вашим отношениям. Расскажите, присутствует ли в них такая эмоция, как ревность? Нет, конечно. Постоянно. Запишу. Так эта дурында, ты представляешь, купила краску для волос в продуктовом магазине. Я говорю, Апсана, эти трипера твоих на голове, они вылезут от этого полностью, я… Придурок. Да у нее просто штаны были такие же, как у тебя. Хотел тебе сказать, что на тебе они лучше сидят. Вот и все. А, то есть у меня и лифчик красивее, чем у той официантки, да? И ноги посимпатичнее, чем у продавщицы из продуктового. Вы в этом делали? Извини, что у меня есть глаза. Что тебе сказать? Да мне стыдно выходить с ним из дома. А мне страшно с ней выходить из дома. Вот, кстати, страшно. Извините, но это мое платье. Женщина, ваше платье дома у вас висит, а это платье продается в магазине. Я его уже выбрала, просто шарфик к нему подбирала. Тишка, ну что, мы будем с вами платье, что ли, делить? Ничего мы не будем. Я его просто заберу и все. Да вы его не возьмете, оно все равно на вас будет как на корове седло сидеть. А вот сейчас мой муж придет и объяснит, на ком оно как седло. Паша! Напугала. Сергей! Что? Сереженька, объясни этой женщине, что это наше платье. Скажи, ты курица, чтобы шла лесом, платье наше. Скажи ей, что она сама курица. Чего ты стоишь, давай? Ты чего молчишь? Жену оскорбляет, он стоит. Слышь, мужик, может выйдем? Пускай твоя покупает. Нет, твоя. Нет, твоя пускай покупает. Я не хочу пять тысяч тратить. Вот и покупай, и трать. Слушай, а давай забьемся, а? Давай. Камень, ножницы, бумага. Цу-е-ва. Сочувствую, братан. Ну что ж, на сегодня наше время подходит к концу. Давайте подведем небольшой итог. За семнадцать лет брака у вас накопилось довольно многие претензии друг к другу. Местами отсутствует взаимопонимание и взаимоуважение. Но самое главное, вы готовы все это решать. И это хорошо. Спасибо вам. Все? Это все? Ну да. А что ты хотела? Чтобы тебе конфеты в конце дали? Да нет, я думал, ну какое-то решение проблемы там хотя бы предложат. Они просто сядут и перескажут нам их. Понимаете, смысл терапии в том, чтобы говорить и выговариваться. Мы это понимаем. Спасибо вам. Извините, пожалуйста. Да что ты перед ним извиняешься? Я понять не могу. Просто шарлатан сидит и головой кивает на все твои проблемы. Вот и все. Время только зря на него потратится. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Вот это вам на память можете забрать. Сережа. Пойдем, Надь. Извините нас ради Бога. Дело не в вас. Я понимаю. Час жизни. Коту под хвост. Да ладно тебе. Что ладно тебе? Шарлатан какой-то. Мам, ты что делаешь? Сынок, у тебя с глазами проблемы? Пало и мою. Раз тут никто не убирается. Да, Надя? Это в смысле? Тамара Павловна, я вчера вообще-то палы мыла. Она вообще-то каждый день палы моет. Ты просто не видел нашу квитанцию в заводу. Ой, хорош врать. Камеры говорят, тут неделю никто не убирал. Неделю? Тамара Павловна… Подождите. Какие камеры? Ты что, у нас в квартире скрытая камера поставил? А? Ой, что-то давление скакануло. Такой шум в ушах, ничего не слышу. Так, мне срочно надо к психологу, иначе я совершу что-нибудь уголовно наказуемое. Подожди, подожди, Надь, меня подожди, пожалуйста. Я тоже к психологу. Я pleasure. Продолжение следует...